Всем привет! С вами Ольга. Добро пожаловать на мой канал. Мои все ушли на прогулку. Я думаю, у меня немного времени, поэтому так быстренько-быстренько села снимать для вас видео. Сегодня разговорное, потому что вы просили рассказать о немецких мужчинах, что я о них думаю, не кажутся ли они мне мягкотелыми. И, в общем, вот такой вопрос. Еще очень часто спрашиваете, двуличные ли немцы, лицемерные ли они. И многократно был этот вопрос, и поэтому хочу это осветить. В этом мнении, в этом видео будет только мое сугубо личное мнение и мой опыт. Да, я считаю немцев мужчин мягкотелыми. Я очень обобщаю, как всегда. Почему? Потому что, ну не знаю, какие-то они такие есть. Редко вы встретите среди немцев мачо. Вы знаете, на вид они очень часто такие, как мы себе арийскую расу представляем. Блондины высокие, спортивного телосложения, очень-очень часто. И женщины, соответственно, тоже такие. Но вот в отношении девушек они как-то более скромны, как-то более нерешительны, как-то более мягкотелые. На улице никогда немцы не знакомятся, мужчины не подходят к девушкам. Никогда. Не то, что они знакомятся, они даже не видят. И скажу сразу, у меня отношений с немцем никогда не было. Но я ходила на свидание. И мое мнение такое, из этого опыта складывается. А также, ну и с телевизора, то, что там видишь. И плюс рассказы моих подруг, конечно же. В Германии намного более сильно размыты границы вот этого классического разделения. Ты женщина, ты у плиты, выражай детей. Я мужчина, я буду зарабатывать. Я буду главный, как я сказала, так и будет. Этого нет. Здесь отношения партнерские. И женщина ходит на работу, зарабатывает деньги. И мужчина присматривает за детьми, ведет хозяйство тоже. Это уж как они договорятся, насколько они там что распределят, что к чему. Получается, единственная особенность, что когда женщина уходит в декрет, доход у нее либо совсем маленький становится, либо нет никакого. И тогда она в таком уязвленном положении, зависимая от мужчины. Мне кажется, это крайне несправедливо. И так не должно быть. И это нужно срочно менять. Но пока вот есть как есть. Результатом этого является то, что чаще всего немки, женщины, своих детей в годик отдают ясельки и идут опять работать. То есть уж там на полставки или на полную ставку, это другой вопрос. Но вот стараются не потерять в карьере и остаться вот в этом мире рабочих. Ну и соответственно, женщина чувствует себя достаточно уверенной. И не то что определяющей в отношениях, но ничуть не меньше. То есть тут нет такой иерархии. И соответственно наравне. И как-то мужчины мягчают. Даже как-то неудобно говорить «женственеют», что ли. А женщины мужественеют. Э? Становятся более мужественные. Мужчины более женственные. И да, мне, если честно, это очень сильно мешало в немцах, мужчинах всегда. Но это разница менталитетов. Вообще само это явление, я считаю, это хорошо. Это равноправие. Я это люблю. Но вот такая вот побочная сторона у этого равноправия. Почему мужчины-немцы никогда не знакомятся на улицах? Они боятся отказа. Отказа боятся все. Но другие нации, национальности, наверное, как-то переступают через себя в какой-то степени. Хвалятся перед друзьями, может, в какой-то степени. Ну и в более активном поиске, может быть. Я не знаю. Но если вот в Гамбурге кто-то со мной заговорил на улице, то это 100% иностранец. Ну и либо с корнями и какими-то такими приезжими. Еще по законам все в Германии так поставлено, что мужчины очень неохотно женятся. Очень неохотно. И как можно позже заводят детей. Тут надо им в плюс сказать, что, ну ладно, они хотят, чтобы партнерша была проверенная. Особенно вот если иностранка. Я знаю много девчонок, конечно же, иностранок. И, ну, чтобы она не из расчета, это действительно искренне хотела создать семью. И потеря свободы, да, рожаешь ребенка, ну, зато они хорошие отцы. Вот если вы на детской площадке видите папу, который ковыряется в телефоне, это тоже будет иностранец. И русские мужчины, которые здесь давно, с подросткового возраста, и уже будучи мужчинами, 30-40 лет рожают детей, они тоже как-то больше как немцы. А вот папы немцы, они будут лазить по строениям вместе с ребенком, брать его на ручки. В общем, ну, как-то они более активно играют с ребенком, объясняют, что-то говорят ему. Ну, иностранцы сидят где-нибудь на лавке, отдыхают, в телефон уткнутся, общаются между собой. Да и мамы тоже, в принципе, но вот по папам очень хорошо видно. Но мне импонирует, что немцы хорошие папы. Они идут довольно поздно на этот шаг, но зато очень сознательно. Ну, а вообще, это разница менталитетов. Я просто, как выходец из России, да, я привыкла к тому, не то что мужчина, но попробуй сейчас со мной главенство, и не пройдет. Вот, но к тому, что мужчина такой достаточно самоуверенный, чтобы заговорить с девушкой на улице, да, пригласить на свидание. Вот это как-то хочется в них видеть. Но я немцев принимаю такими, какие они есть. Ну, есть такие, ну такие, и ладно. Ну, ничего плохого, как у немцев говорится, на каждую кастрюльку найдется своя крышечка. И, в принципе, так, кому-то может нравиться, да, кому-то может уже вот так, что мужчина всегда это попрекает своей зарплатой, я работаю, ты тут не трать мои деньги, хотя я считаю это крайне несправедливо. Вот, про это я тоже могла бы с вами долго разговаривать, но вот как-то так получается. То, что немцы лицемеры. Друзья мои, это зависит от того, что вы называете лицемерием или двуличностью. Для меня это когда человек тебе в глаза говорит, ой, какой ты хороший, ой, как ты всё делаешь правильно, ой, как всё это мне нравится, ура-ура. А за глаза кому-то другому говорит, ой, он плохой, это он так сделал, он такой подлый, вот это для меня лицемерие. А то, что у немцев происходит, понимаете, они, может, вам ответят вежливо то, что о вас думают. Может, это будет неправда, может, это трусость, неспособность сказать неудобную правду. Но это не лицемерие, по-моему. Это просто вот, да-да, всё хорошо, окей, отвянь от меня, всё нормально, ты в порядке. Вот, и поэтому я не назвала бы их лицемерными, но и сильно искренними тоже не назовёшь. Это вежливость. Когда-то давным-давно я прочитала вот эту вот очень полезную книжку, она называется «Вы гиви не ищетас херц, айнис манес», автор Кристиан Занда. Вот для такой манюсенькой книжечки она стоит, по-моему, баснословных денег, но очень полезная, очень интересная. Она про немцев, я её знаю только на немецком языке, но я считаю, она применима по отношению ко всем современным мужчинам, ко всем либеральным мужчинам, вот скажем так. Здесь объясняется, почему мужчин такие, какие они есть, здесь становится понятно, и как вести себя правильно, чтобы он в вас влюбился. Вот, очень рекомендую эту книгу. Как вообще можно познакомиться с немецким мужчиной, если не на улице, да, если никогда они на тебя даже не посмотрят? Поверьте, они даже не смотрят, они смотрят куда угодно, только не на девушек. Я же не знаю, регистрируют они, что вокруг них есть красивые девушки или нет, поэтому похоже, что нет. Наверное, это тоже связано с тем, что как бы не хотят навязываться, не хотят оскорбить каким-то откровенным взглядом. Думаю, так. Ну, в общем, либо на дискотеке, все знают, что все ходят на дискотеку, чтобы знакомиться. Редко кто ходит на дискотеку, чтобы танцевать. Ну, там какой контингент, ну, вы сами представляете. Ну, сейчас самый лучший способ знакомиться по интернету. Тут надо, как девушке, быть крайне осторожной и перестраховаться тысячу раз. Ну, в общем-то, в интернете есть сайты знакомств, и мужчины в том числе сидят на этих сайтах, и нормальные мужчины там есть. Только попробуй найди, попробуй различи, да. И, ну, собственно, через знакомых, через учебу, через работу. Вот как-то так. Я бы сейчас не хотела бы идеализировать немцев и сказать, ой, какие они классные. Все-таки у нас довольно разные менталитеты. И поверьте мне, вот русский менталитет, он ближе, хотя бы вот с арабским я могу сравнить, очень близок, ближе, чем с немецким, странным образом. Ну, и все, многие другие национальности, которые проживают в Германии. Но, ну, как бы я не хочу их полностью защищать и сказать, ой, немцы, они такие классные, устроили тут такую классную жизнь. Но в то же время и отношусь довольно снисходительно к ним. Мне нравится среди них жить. Они логичные, они понятные. Бывают всякие исключения, и немцы бывают разные. Вот говорят, немцы жадные. Ну да, да, это называется у них бережливостью. Они настолько бережливые, это граничит жадностью. Ну, как понимаете, в любой национальности есть и жадные, и щедрые люди. Бывают немцы щедрые, да. А бывают, которые за 50 центов задавятся. Бывают. Но, в общем и целом, они экономные, они бережливые. Финансово они расчетливые очень. Это есть. Ну, а сегодня на этом все. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. И увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok